Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь, Санечка, снимаешь, камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка Всем привет, вы на канале Против Лома, перед началом видео призываю вас подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали до сих пор, немедленно подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте этот ролик Да, и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале, это довольно-таки не безинтересно, Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас Я здесь, оператор Петя за пультом, и мы начинаем контент мирового уровня, мирового масштаба Многие писали, что по поводу моря мертвых, которые мы снимали в Ленинграде Когда будет погружение, но так как кто смотрел предыдущий ролик, а кто нет, приходите, посмотрите на канале ранее Оно было замерзше тогда, и я сказал, что в следующий раз я приеду сюда с оператором Петей, а он бывший МЧС, а бывших МЧСовцев не бывает И он опогрузится туда, объясню для тех, кто не смотрел первый ролик, первую часть Это Северное море, и здесь в советские годы утонуло около тысячи человек, даже больше Это были как утопленники, кто самоубийцы, и также были люди, которые просто купались и утонули Что-то затягивает, и я говорил, что мы вернемся обязательно, и Петя со специальным оборудованием в гидрокостюме опустится на дно Он профессионал, мы профессионалы И вот сейчас я вам покажу обзор, чтобы напомнить, оно еще не замерзло Уже осень поздняя, холодно, но оно еще в жидком состоянии А тогда уже все, был лед, его только долбить, и он уже был толстый Мы не смогли просто тогда сделать погружение, но сейчас оно будет Поэтому обязательно досмотрите ролик до конца, будет очень интересно Сейчас я вам покажу мини-обзор, для тех, кто первую часть не смотрел, чтобы вы понимали Тысячу человек, более тысячи, в советские годы, сейчас уже нет А в советские годы тонули, самоубийцев притягивало сюда, утопленников, и еще с царских времен И люди просто, по несчастным случаям, что-то их затягивало Кто, говорит, шлюзы, кто, говорит, какая-то аномалия Ну вот сегодня Петя погрузится, и мы все посмотрим Вы не повторяйте ни в коем случае, это опасно для жизни и здоровья А мы начинаем, поехали смотреть Сразу к делу Чтобы ролик не размазывать Смотрите, и самое главное, что Тут раз, когда я снимал, вообще тут поле было чистое А сейчас отгрохали уже Вот такие дома Вот такой район Чуть больше, чем за год Как на дрожжах И еще строят Да, и в чем сейчас будет загвоздка, я вам объясню Там вот Пойдем петь Какие-то, но он уже костюм несет с собой Все, амуницию Да, и Я вам сейчас расскажу, вы увидите Петю, между прочим Пошли Так, слушай, а здесь Какое-то болото мы с того залезли Вот видите, там трубы И там ограждение Как бы нам пройти туда Я тебе говорил, во вход надо идти Нет, мы, блядь, тут пройдем Да это все херня Ага, пройдем Сейчас Да, и кстати, еще хочу вам сказать Петяш, он тоже непростой Он проходил Так же, как и я Курсы по выживанию В экстремальных условиях В условиях дикой природы И перед этим погружением Он очень интенсивно закаливался По своей личной методике Кому потом интересно будет Напишите в комментариях Что за методика по закаливанию Можем даже отдельно ролик снять И можем даже рассказать И подробно все показать Как профессионально закаливаться Закаляться Если быть точнее Так, нам надо перебираться Тут, видишь, какие-то болотистые места Но нам придется, наверное, вот дотуда идти сейчас И налево Возле вот этих вот Гор грунта Так, чтобы ролик не растягивать Включим следующим кадром Когда уже к этому водоему К этому морю подойдем Северному Это самое настоящее море В Ленинградской области Ну, практически на краю Ленинграда Санкт-Петербург Кому как удобно Потому что кто-то пишет Питер неправильно Кто-то пишет Санкт-Петербург неправильно Кто-то пишет Надо Ленинград Кто-то пишет Надо Санкт-Петербург Поэтому давайте Ленинград, Санкт-Петербург Питер каждый будет называть так как ему удобно и трактовать как считает нужным каждый сам для себя и так подобрались мы все-таки вплотную к водоему и вот чтобы нам сейчас погружаться нам надо будет преодолеть вот эту полосу из камней гранит это сделано специально чтобы не размывала линию набережной не знаю как петя сейчас будет погружаться я ему говорил что море неспокойно и идея-то плохая но он мне сказал я профессионал сейчас он не без моей помощи я его буду конечно страховать будет погружаться в эту пучину ледяной воды чтобы разобраться ну примерно метров сто он отойдет по дну оборудование готово все специально сегодня вы все увидите но чуть попозже надо прояснить ситуацию смотрите заходить мы будем вот там возле порта я смотрю там какой-то шатер вдалеке видите натянули петь залив и спокойной я тебе предлагал раньше ехать ну дело твое вы смотрите ни в коем случае не повторяйте мой профессионал да и я сколько раз был на заброшках все без постанова на таких заброшках где просто вот одну секунду поэтому я всегда призвал не делать эту мы-то порсенал и все может закончиться и какие посылки это не дешевые постановки каналов миллионников особенно масса никого так ладно все температурку воды будем замерять наверно надо ядра костюм вон там да 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 плюс плюс восьми ну я не знаю а если она плюс шесть вода понятно тогда будешь лезть костюм рассчитан до плюс восьми то бишь а он будет лезть при плюс вода наверно плюс шесть может даже плюс четыре сейчас мы найдем где получше поспуститься тут правда сейчас еще место то не найдешь удобное для спуска но он сказал нам в принципе где спускаться ведь я не знаю а то только спускаться будешь наверное час таким волнам не знаю что мы там разглядеть сейчас в этой воде я предлагал пейте значит просто опустить подводный дрон специальный на радиоуправление но он сказал я лично обслуживаю хорошо отлично значит лично только прошло полтора года такой район бахнули не детский не 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 это море серьезно я вот раньше снимал озеро утопленников потом черная речка но это все по сравнению с этим мистическим морем детский смех был здесь капитально сегодня будем с вами смотреть сегодня будем с вами смотреть сейчас пейте окажется момента море моментально в море и что-то тянет прям сюда вот в это место есть такое здесь что-то мистическое что-то загадочное вы только вдумайтесь больше тысячи человек утонуло в царские годы потом в ранние советские в середине середина советских лет часто понятно что уже не так это все интенсивности такой нет и о последних случаях мы узнаем только позже но мы сейчас сам прецедент тех лет хотим понять что же тут кто-то говорил вроде как шлюз кто-то как подводные течения ну ладно это хорошо когда мы с вами понимаем что вот чисто случайно это конечно очень плохо но мы с вами хорошо понимаем когда вот плывет человек да и там подводные течения какие-то шлюзы затягивают и так далее это все объяснимо ну а что людей тогда привлекало сюда вот именно для самоубийство утопленного чтобы утопленники как они здесь оказывались в те еще ранние советские годы вы можете сказать да в любом водоеме люди топились ну да но это особенный особенное место ого а там что-то прям плеснул где-то такой раскат вол ну да ладно сейчас посмотрим что там как там это вот самое настоящее море утопленников давних лет кто-то писал на урале есть какой-то водоем и вот там он современный тоже стоит на него обратить внимание но не сейчас позже ладно сейчас мы найдем более менее приличное место удобное место для захода и погружения специального со специальным оборудованием а вы не переключайтесь впереди все самое интересное итак нашли мы место откуда профессионал петя будет погружаться а это у нас их два либо вот здесь или же мы примем решение вот здесь вот где-то в этой области валуны очень хорошие это защитная береговая линия защитная береговая полоса устроена специально чтобы не размывала прибрежную линию вот видите тут когда размывала когда не было вот этой защитной полосы на набережной и вы скажете а как устраивают такую полосу объясни нам заслуженный строитель ссср а вы посмотрите ролик когда я был в краснодарском крае жил долгое время я там был в одном интересном музее и там был представлен кран забыл его название как сейчас именно который сооружает защитные полосы и сооружение прибрежных линий и набережных вот там специальным краном вот эти вот как раз таки валуны он устанавливает потом делает волнорезы треугольники волнорезы устанавливают монолитные уже готовые и вот том числе и такие валуны устанавливается там на это значит такая платформа плавучая ну корабль можно сказать с краном установкой но не совсем кран туда всякие устройства и оборудование при зависимости от разновидности работ устанавливает оборудование вот допустим такие валуны драглайном специальное оборудование драглайн называется это ковш такой он захватывает вот эти валуны подымает переносит и открывает и они высыпаются называется кож драглайн устанавливает кран драглайн ковши разные и вот такие защитные сооружения защитные полосы набережных оборудуют все мы готовы для погружения сейчас петя переодевается я готовлюсь страховать и надо быстрее потому что посмотрите надвигается шторм через два часа штормовое предупреждение у нас есть два часа максимум я ему предлагал вот оттуда с леса заходить но было принято решение он сказал что лучше здесь итак следующим кадром вы увидите погружение не переключайтесь оставайтесь youtube каналом против друзья мои хорошие все погружение состоялось и вот в чем дело очень было тяжелое операция сделана проведена по погружению петя обморозился поэтому всегда призываю в каждом нашем ролике не повторяйте это опасно для жизни здоровья профессионала он обморозился он бесил вот сейчас еле камеру держит и он сказал так если они хотят увидеть меня и вот это погружение легендарное в это холодное мистическое море утопленников то вот этот ролик должен набрать 3000 лайков он уже даже больше не просит он сказал а что мы будем показывать просто так он потрудился извините он сказал и вы потрудитесь пожалуйста наши дорогие любимые подписчики и гости канала и случайные зрители поэтому давайте так договоримся чтобы ни нам ни вам мы там не просим 5000 подписчиков 10 подписчиков он уже обогрелся в машине мы заканчиваем это видео но если этот ролик каким-то образом наберет 3000 лайков а мы в это верим вы сразу же прям увидите продолжение вторую часть погружения с самых первых минут как петя погружался на дно этого холодного северного мистического моря утопленников все договорились еще раз 3000 лайков вторая часть прям сразу выходит это ладно пейте за работу так он сказал вам ничего не стоит вы в тепле просто лайк поставили и все а мы здесь на холоде поэтому и войти тоже наше положение ну а вы не забывайте подписываться на канал если вы этого не сделали до сих пор немедленно подпишитесь уже холодно зуб на зуб не заходится ставьте лайки пишите комментарии распространяйте этот ролик хотя бы среди жильцов вашего жека и будет ролики всегда будут уходить все те как мы любим вот пишите комментарии пару комментариев на ход ноги все читаем спать не ложимся с вами был как всегда я легендарный ведущий легендарный youtube канала против лома легендарный петя молодец красавчик погрузился оператор петя был за пультом берегите себя оставайтесь с нами всем удачи и пока